Для начала давайте почувствуем себя профессиональными программистами и сделаем рефакторинг, а именно вытащим d, it и d, и минус первое, переменные car и prep. Соответственно, car, current — это наша текущая строчка, d, it, previous — это предыдущая, d и минус первое. Теперь заменим везде d, it на current. А d и минус первое — она previous. Посмотрим на первую итерацию внешнего цикла. И равняется единице. Ну, таким образом, и минус один — это ноль. И чтобы дальше у нас все получилось, нам нужно, чтобы в матрице d была нулевая и первая строчка. Нулевую строчку в матрице d мы инициализируем вот прям ровно выше. Каждый элемент нулевой строчки просто содержит свой индекс. Давайте возьмем и явно инициализируем previous таким образом. То есть previous — это список длины n плюс 1, где на житой позиции написано j. Теперь вот отсекл можно просто взять и удалить. Попробуем провернуть такой же трюк для переменной current. Обратите внимание, что вложенный цикл записывает, то есть обновляет все значения current, кроме значения под индексом 0. Просто потому что индекса 0 у нас нет. При этом current от нуля инициализируется вот здесь. То есть в начале каждой строчки гарантированно стоит ее индекс. Таким образом current можно переписать вот так. Делаем строчку длины n плюс 1 и в качестве первого элемента записываем ее индекс. previous нам больше не нужно. Мы ее уже инициализировали выше. Все остальное можно смело удалить. Единственный момент, которого нам не хватает — это обновление previous. Потому что после того, как итерация завершилась, нужно в качестве нового previous взять текущую строчку. Ответом будет previous от n. Спросим о функции test, что она думает про наши изощрения. Функция test пока что не возражает. Может показаться, что наша новая версия функции editDistance прекрасна всем. Памяти требует меньше, работает все так же хорошо. Но если бы это было так, то, понятное дело, вы бы не смотрели сейчас продолжение видео. Что можно улучшить? Первый момент, который можно улучшить — это уйти от явного индексирования строк. Потому что когда вы пишете код с участием индексов, очень просто ошибиться на 1, плюс, минус и так далее. Поэтому нет индекса — нет проблемы. В Python это можно сделать с помощью функции enumerate. Функция enumerate принимает что-то, почему можно итерироваться, в данном случае строку, и опциональный аргумент — индекс первого элемента. И возвращает последовательность пар, где первый элемент — это индекс, а второй — это и минус первый символ строки S1. Сделаем то же самое для вложенного цикла. Enumerate от второй строки. Индексировать будем символы с единицы. Теперь вот это сравнение можно просто переписать как C1 не равно C2. Следующий момент. Как мы уже обсуждали, вложенный цикл обновляет все элементы current, кроме нулевого. Потому что он идет, начиная с единицы. То есть можно не аллоцировать здесь список из нулей, а просто инициализировать current номером строки. А в цикле добавлять в конец элементы. При этом здесь нас интересует последний элемент current, который мы уже добавили. То есть на первой итерации это будет нулевой элемент, ну и так далее. Несложно заметить, что в результате мы получим список current длины n плюс 1, потому что один элемент там уже был. В завершении давайте посмотрим, сколько памяти требуется нашей финальной версии функции editDistance. Мы храним строчку previous и строчку current. Каждая из строчек размера n плюс 1. То есть всего нам нужно o от n памяти. При этом у нас есть еще вторая строка длины m. Понятное дело, что если m и n разной длины, то мы хотели хранить минимум из m и n. Чтобы это гарантировать, давайте добавим в начало условие. Если m меньше n, то просто рекурсивно вызываемся, поменяв строки местами. Проверим, что функция test все еще не возражает против такой реализации. Ну и она с нами согласна.